Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе продолжает знакомство с приходами Санкт-Петербургской епархии. Архипастр посетил храм святителя Николая Чудотворца на Долгоозерной улице, где совершил вечернее богослужение. На службе побывала и наша съемочная группа. Храм святителя Николая Чудотворца не имеет древней истории. Он построен в 2008 году в спальном районе Санкт-Петербурга. Маленькая деревянная нарядная церковь пока единственная на всю округу. Главная ценность храма – это его приход. Во главе с настоятелем, протеереем Александром Ткаченко, прихожане занимаются социальной и духовно-просветительской работой. Действует воскресная школа, скаутский клуб, община окормляет детский хоспис. Также по инициативе прихода строится собор в честь сошествия Святого Духа. Приезд правящего архиерея епархия в храме восприняли как благословение на все добрые дела. Владыка Варсенофи призвал всех молящихся также и к усердному внутреннему деланию. А можем мы с вами зайти домой, будучи хозяйками, домохозяйками, молиться Богу? Можем. А что нам мешает на кухне варить, стирать и в это время молиться Богу, читать Сусомолитву? Можем, можем. Очищая свое сердце, мы должны наполнять ее какими-то добрыми делами. То есть молитвой, чтением Слова Божия, Святых Отцов, делаем милосердие. И тогда мы с вами ступаем на путь обожжения или просто сказать на путь духовного совершенства. Прихожане рассказали, как проводят время поста. Пост проводим весело, постимся, ходим в храм, молимся. Конечно, больше уделяем молитвам, приучаем детишек к молитвам. Изучаем сейчас молитву очень наш. Старшенька уже почти знает. Так что с Божьей помощью держимся. Время поста. Я стараюсь задуматься о тех грехах, которые делал раньше и стараться их сейчас в это время делать. И вообще перестать грешить. На приходе много молодежи. Делом занят каждый. Наш храм находится в очень большом районе города. И когда мы увидели, что очень много молодежи и детей приходит в храм, то мы подумали, что надо как-то ребятам дать дело на приходе. И вот одним из таких дел стало участие в скаутском отряде. Ребята носят форму, приходят на богослужения, организуют лагеря, выезды. Жизнь у них очень богата и интересная. У нас в принципе организация стоит на таких снохитах. Один из скаутов – это православие. Второй – это история России. Третий – это практика, это разведчество. Это то, как мы ходим в лес, изучаем природу, как с ней общаться, что можно делать в лесу, что нельзя. У нас в четыре раза в год есть выезды. К ним на протяжении сборов каждый суббот мы готовимся. Мы проходим практику, религию, узнаем что-то новое из истории. Но сборы – это не просто как урок. Это очень такая необычная вещь, когда ты можешь пообщаться со своими друзьями. Не побояться быть собой, остаться при храме. И различество, которое существует при храме, мне кажется, очень сильно помогает в этом. Они не стесняются, не боятся, они видят, что они могут быть интересными, даже будучи верующими, и не стесняются своих мировоззрений. Продолжение следует...